Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Татьяна Красник, Домашняя Незабудка. Это сестра Нины и, естественно, зацепим пиратов, канал Пиратская Жизнь. Недавно, вот буквально минут 10 назад, посмотрела я два видеоролика на Дзене про болезнь папы. Он являлся отцом Татьяны и отцом Нины. И Таня рассказала, как у него обнаружили заболевание, как он болел, как ему было плохо, и как Нина хотела его сдать куда-нибудь подальше от себя, чтобы не ухаживать за ним. Ну или сплавить его Тане. Короче, ребята, у меня просто нет слов. Татьяна уже отрывками рассказывала это все, и я как раз-таки после просмотра наплакалась точно так же и сейчас. И понимаете, это не то, что именно от видеоролика, просто я сама потеряла папу, я потеряла маму. И я вспоминаю все эти моменты, когда папа был жив, папа очень долго болел. Папа болел 8 лет. Изначально ему давали год, полтора, а он прожил 8 лет. Потом ему вообще давали полгода, месяцев 7-8. А уже 3 года до смерти ему сказали, что от силы ему осталось месяц, либо пару недель. А он 3 года прожил. Потому что мы с ним мотались по больницам, мы искали разные варианты исцеления и разные варианты лечения. И мы боролись за его здоровье до последнего. Каждый день мы по графику приходили, давали ему лекарства. Потому что по некоторым причинам мама не могла этим заниматься. И, вы знаете, ни капельки не жалею. Я просто ни капельки не жалею. И мы не жили вместе. Ну и недалеко. Но каждый день по очереди. Бывало несколько раз в день мы бегали. Толк покормить, дать лекарства. В больницу, когда папа попал. Причем он перед смертью 3 года не лежал в больнице. Как раз таки это был период ковид. И получается, что в больницу я ездила, сколько он лежал, 11 дней. Каждый день после работы. Каждый день я ездила к нему в больницу. При том, что мне еще нужно было зайти к маме. Это было настолько суматошное время. Но я ни капельки не жалею. Это мой папа. Я вот вспоминаю все это. Это мне было не в тягость. Мне было не трудно. И послушав Таню вот в отношении Нины, Вы знаете, вообще не понять человека. Как человек, находясь в одной квартире со своим отцом, не желала ездить с ним по больницам, не желала смотреть за ним, если все уж будет ужасно плохо, сдать его куда-нибудь в дом престарелых или в хоспис, куда она там собиралась его сдать. Я просто представить такого не могу, чтобы родителя куда-то сдать. Как? Как бы сложно ни было. Как бы сложно ни было. Мне с мамой было еще сложнее. Она уже жила со мной. Но тем не менее сдать родителя куда-то. Я понимаю, что Тане вновь и вновь приходится это рассказывать. По той причине, что Нина чужими руками разгребает жар, пускает сплетни, рассказывает про какие-то лекарства, которые Татьяна покупала и передавала отцу. А дальше я больше всего в ужасе от того, когда отцу стало плохо, и у него начали появляться пятна. И Татьяна, посоветовавшись со своими докторами, она же все-таки медик, и врачи, они же не скажут того, что не нужно, не назначат того, что не нужно. И назначили препарат отцу, который он не стал пить, потому что сказала Нина, что от этого препарата станет тебе только хуже, и ты его не смей пить. И, в общем, якобы ничего не делай, что Татьяна тебе там назначает, потому что ты вообще от этого всего якобы можешь умереть. Я просто в ужасе. У меня папа готов был все, что угодно есть и пить. Все, что угодно, лишь бы только поправиться. Но болезнь взяла верх. А здесь, это понятное дело, что было рук дело Нинки. Этой Нинке хотелось побыстрее, чтобы он ушел, а не выздоравливал. Какая же она мерзкая. Она еще умудряется гнать на Татьяну. Мало того, что она выходила, ее мать уже была бы хоть какая-то капля благодарности. Мало того, что и так ей нельзя было заходить в этот дом, так еще она умудрялась настраивать окончательно против Тани отца. А ведь наоборот слушала, да, прислушивалась бы. И какой раз, другой бы Татьяна приезжала, что-то помогала. Но нет, но нет. И как она сказала, раз он жил в моей квартире, якобы не в моей, а со мной, значит, со мной, говорит, хорошо ему было. Правильно Таня сказала. Что значит с тобой? Где ему было жить? Он жил в своей квартире. Да, ее заранее на тебя переписали. И как Таня сказала, спасибо большое, что не выставили на улицу. А ведь и такие, ребят, случаи бывают. Когда родители заранее при жизни переписывают квартиры и потом остаются на улице. Бывает и такое, ребят. Бывает и такое. Но все, что рассказывает Таня, это просто ужасно. Это просто невозможно все воспринимать. Невозможно воспринимать, что женщина, да, которая чешет всем по ушам, какая она добрая и какая она классная, какая она успешная и счастливая, поступила вот так со своими родителями. Маму газеткой прикрывала, колбаску готовила, обед съедала в больнице у умирающей матери и ждала Татьяну, которая мать вымыет, которая мать переоденет в чистый памперс и оставит ее в чистоте и порядке. И ладно, да, там она можно списать, хотя нельзя списать ни в коем случае, что она якобы была молодая, бестолковая. Даже родственники, услышав о том, что она сказала, да сейчас вот подождите, сейчас уже, сейчас уже быстро вынесут. То есть вынесут маму, вы особо, да, не заморачивайтесь. И родственники тогда просто рыдали, просто плакали от этого всего. И при всем этом, представляете, сколько Татьяне пришлось пережить, я не представляю, как она в душе осталась добрым, светлым и теплым человеком. И я говорю это не от того, что я там за нее заступаюсь или где-то я в видеороликах только исключительно ее поддерживаю, просто я общаюсь с этим человеком. Я вижу, какая она. Я вижу, какая она. А еще, ребят, если человек любит животных, очень любит, а по ней-то видно, если бы она просто так себе относилась туда-сюда к животным и ради детей котеночка позволила взять домой, у нее три кошки, значит, человек в душе добрый и теплый будет и к людям, к ближним, к посторонним. И я знаю, что она мимо чужого, мимо чужой беды не пройдет, не говоря уже, что мимо беды близких ей людей. Но, конечно же, от пиратки в ужасе в очередной раз и умудрятся сейчас гадить вместо того, чтобы, как Таня говорит, просто выйти и сказать. Выйди, скажи в глаза, сними ролик. Нет, нет. Потому что выйти и сказать, а рассказать про сестру, у которой есть канал, это сделать такую огромную рекламу канала. А ведь есть зрители, которые не знают, кто такая Татьяна. Есть зрители, которые понятия не имеют, что у пиратки сестра. И, естественно, они тут же побегут смотреть. И, естественно, Нинкин канал рухнет. Хотя он и так, знаете, держится на плаву. Он держится на таких вот видосах, когда Нинка где-то шляется по гостям, позорится, жрет чужое, обжирает людей и ржет. Ну, а другие видосы абсолютно никого не интересуют. Интересуют только те, которые показывают поведение пиратки в обществе. Ну, в принципе, ожидаемое поведение. Она одинаково ведёт себя везде. Везде жрёт на халяву и везде жрёт. Ничего не меняется. Ну, и хочу сказать, что самое поганое, самое поганое – это уехать на отдых, бросить одного отца. Даже не позвонив, не предупредив, не сказав сестре, что «Таня, мы с Вовой уезжаем. Может быть, ты приглянешь за папой, заглянёшь разочек второй к нему, позвонишь ему, узнаешь, как у него дела. А что, сложно так было? Чего она боялась? Что Татьяна придёт к отцу и что-то у него там заберёт, что-то у него там выманит? Наверное, как раз-таки всему причинам были деньги. Пенсия, его накопление и прочее. Вот так и получилось, что оставила папку до одного и вернулась и не увидела. Только больше переживала и волновалась за то, что сорвалось её путешествие. Как же это противно! В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Но я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока!